здравствуйте дорогие друзья подписчики подписчицы и случайные зрители в этом выпуске мы продолжаем разбирать тему гупи а точнее сегодняшняя тема разведение гупи и гибридизация эта тема проста и сложна одновременно начнем с самого простого для разведения простых гупи в общем аквариуме вам понадобится для начала просто научиться различать самца от самок это очень просто самки крупнее самца около 6 сантиметров в длину цвета окраса достаточно тусклые и в целом окраска невзрачная самец мельче до 3 сантиметров цвета яркие окрас целом красивый разнообразный как правило у самца роскошный хвост да и в целом плавники длиннее даже в возрасте малька когда самцы еще не набрали цвет при желании можно различить анальный плавник у самца узкий вытянутый а у самки широкий после того как мы различили самцов и самок нам необходимо соблюдать соотношение самцов к самкам в аквариуме желательно чтоб на каждого самца было не менее трех самочек часто это соотношение не соблюдается что приводит постоянному стрессу самок и постоянной беременности конечно это ни к чему хорошему не приведет в принципе если вы хотите просто разводить гупи вам достаточно самца и нескольких самок посадить в один аквариум дальше они все сделают сами и без вашего участия если вы хотите ускорить процесс можно поднять температуру воды в аквариуме до 30 градусов помимо этого рыба гупи стимулирует ежедневными подменами воды на свежую стоит учитывать что гупи готовы к разведению с трех месяцев при этом самцы живут до трех лет а самки до четырех но размножение самок примерно за год до четырех лет я заканчивается так сказать старость есть еще пару нюансов чем крупнее самка тем больше мальков она приносит обычно при первом нерести у молодых мелких самок количество мальков не превышает 20 а у крупных до 30 штук во втором помете самки рождают аж до 50 и в третьем до 100 мальков в дальнейшем у многократно нерестившихся самок количество мальков может достичь и 180 штук за раз но они становятся мелкими и не представляют ценности для селекционеров один раз облотворенная самка может приносить потомство несколько раз с достаточно большим перерывом во времени так что даже если вы купили только самок не факт что не появятся мальки напомню что гупи относятся к живородящим рыбкам и они не откладывают икру однако развитие икринок внутри тела матери осуществляется исключительно за счет питательных веществ находящихся внутри яйцекладки икринки в период разведения облотворенной икры питательные вещества из организма матери в яйцеклетку не поступают поэтому гупи правильно назвать не живородящими а яйца живородящими рыбками если внимательно присмотреться то самка рождает маленькую икринку которая тут же лопается и малек ищет укрытие мальки очень уязвимы они еще плохо плавают и могут стать легкой добычей не только для других рыб но и для своих родителей чтобы было куда прятаться малькам разместите в аквариуме живые или искусственные растения гроты и прочее мальки достаточно быстро растут питаясь остатками пищи если вы хотите как можно больше сохранить мальков то желательно отсадить их в отдельную емкость или родителей от мальков убрать какой может быть первый прикорм живая пыль очень хорошо подходит в качестве первого корма уточню такой моментик что простые гупи растут быстрее в аквариумах без фильтрации так в воде появляются инфузори туфельки и прочие мелкие мелкий живой корм так сказать можно конечно инфузорами туфельками кормить еще и отдельно если вы умеете их разводить кстати по этому поводу скоро появится видео на нашем канале также можно поиграть с температурой воды для более быстрого развития мальков необходим малькам необходима температура около 28 градусов часто бывают случаи такие покупается самец и несколько самок появляются мальки вырастают и начинают скрещиваться друг с другом со временем гупяшки кишат в аквариуме и на первый взгляд все хорошо для тех кто более менее профессионально занимается гупи это крах так как такое скрещивание пагубно влияет на здоровье вновь появившихся поколений конечно о профессиональном разведении нужно говорить отдельно что мы сейчас и сделаем для начала необходимо вспомнить о породистых гупи именно к разведению породистых привередливых содержанию гупи подходят со всей ответственностью первое и самое важное правило одна порода гупи никогда не должна жить в одном аквариуме с другой они однозначно скрещатся и ничего не получится по этой причине покупая в магазине породистые гупи уточните у продавца жил или с породистыми гупами другой вид гупи лучшим вариантом покупать породистые гупи у профессионального аквариумиста вторым важным правилом является учет возраста производителей и сколько они принесли потомство до того как они появились в вашем аквариуме если самка уже много раз не рестилась то качественного потомства можно не ждать в идеале для профессионального разведения нам понадобится мальки породистые гупи до полового созревания примерно в трехнедельном возрасте самцов их самок рассаживают по разным аквариумам к этому времени профессионал их может различить по половому признаку у самцов удлиняются первые лучи анального плавника намечается образование копулятивного органа гоноподия у самок в задней части брюшка отмечается появление темных точек будущих пятен зрелости увидеть разницу анальных плавников легко рассматривая рыбок на просвет если рыбки по полу уже определились и самцы начинают бегать за самками то они уже естественно все спарились и скрестились гупи спариваются практически непрерывно для сохранения породы живородящих рыб рассаживают до появления признаков пола то есть в возрасте 3-4 недели необходимо понимать что самцы оплодотворяют формирующийся самок еще до наступления у самок зрелости после того как все гупи повзрослели и стали половозрелыми можно начинать разведение перед разведением необходимо обильно кормить самца и самку лучше и если это будет белковая пища теперь нам понадобится аквариум на 20-30 литров обогреватель и фильтр для воды грунт ложить не нужно в аквариум запускают самца и двух трех самок температуру выдержит от 25 до 27 градусов от разведения и до взросления мальков подмены воды делают через день по 10 20 процентов от общего объема как правило через месяц появляется первое потомство после этого родителей отсаживают а мальки остаются в этом же аквариуме взрослеть в течение двух недель мальков хорошо кормят и внимательно следят за их развитием оставляя себе только самых крепких самых крупных и самых активных мальков при этом самки должны быть с большим брюшком и конечно они должны опережать в развитии своих сверстниц обычно из всего потомство оставляют 20 ну может быть 40 штук конечно на третьей неделе начинаются новые отбраковки после которых остаются не более 10-15 особей оставшиеся мальки переселяются в более просторный аквариум самцы отдельно а самки конечно же отдельно от самцов взрослых самцов вновь отсеивают выбирая самых-самых ярких от породистых самок берут не более трех первых потомств двух-трех первых пометов после чего потомство будет с низким качеством и поэтому они нам уже в принципе будут не нужны если вы хотите увидеть самые лучшие качества гупи то их необходимо посадить как минимум в 100 литровый аквариум есть еще один нюанс у редких пород гупи у таких пород продают только самцов в итоге разводчики подбирают под цвет породы самок и начинается работа от полученного потомства берут самок и уже они скрещиваются с новыми самцами у полученного потомства вновь берут самок и скрещиваются уже с другими самцами и так продолжается до тех пор пока не будет получено идеально соответствующей породе потомства искусственное удовлетворение у гупи применяют двух основных случаях первые применяют для получения потомства у породистых гупи особенно когда они сами размножаться не хотят не удивляйтесь но такое тоже бывает второй случай это эксперименты когда хотят получить новый вид гупи новый окрас или например плавники но на этом работа гибридизации не заканчивается часто аквариумисты экспериментаторы проводят искусственное скрещивание гупи с пиццилиями малинезами и меченосцами и могу сказать то что проводят весьма успешно вся эта тема началась еще в далеком 1938 году сотрудницы московского университета самохваловой она разработала методику искусственного семенения и своих опытах она в качестве самца использовала черную высокоплавничную малинезию а в качестве самок использовала гупи эксперимент прошел удачно и самохвалово получила потомство аж восемь гибридов но все они оказались самцами если в те годы цель подобных экспериментов была научная то в наше время цель подобных скрещиваний носит конечно же только декоративный характер гупи скрещенных с малинезами часто называют гупенезия на этих рыбках хочется задержать ваше внимание так как были зафиксированы случаи когда эти два вида скрещивались не только в искусственным путем но и естественным просто пребывая вместе в одном аквариуме хотя это большая редкость дальше хочется заметить что большая часть таких гибридов является бесплодными больше но не вся в редких случаях можно получить потомство и между гибридами и скрестив гибридов с прародителями и между собой однако потомство от гибридов очень неустойчивая так что у вас дорогие друзья есть возможности вывести новый вид рыб наверняка вам интересно как проходит искусственное плодотворение рыба гупи и мы подготовили небольшое видео хотя отдельно конечно же других видео мы это более подробно развернем эту тему более подробно все покажем и расскажем естественно для таких целей для разведения гибридизации искусственного благотворения необходимо использовать настоящую настоящие пипетки приборы настоящие подручные средства но мы покажем как это все дело делается подручными средствами для этого нам понадобится пипетка или шприц с иглой но учтите что иглу необходимо затупить также нам понадобится бинт и шприц с водой из аквариума чтобы можно было поливать рыбкам жабры чтобы они не сохлись на бинте кладем или на тряпочку кстати тоже можно на бинте кладем самца аккуратно и нежно протираем животик гоноподий разворачивают заранее плавно надавливает на животик пальцем или пипеткой и собирают пакетики спермы как правило с первого раза не всегда получается взять сперму самца из-за мелких размеров рыбки следите чтобы жабры рыбки не сохли это очень важно для этого периодически жабры поливают аквариумной водой и шприца можно по супом массажировать живот от головы гоноподийному плавнику дальше нужно понимать что самки растворяют специальные ферментами пакетики спермы самца ну или попросту говоря активирует работу этих самых пакетиков оплодотворение у гуппи внутренние сперма вводится в половое отверстие самки причем самки в клоуаке нужно попасть именно в мочевое отверстие в мочевое конечно можно попробовать сразу ввести пакетик в самку но лучше растворить сперма с геймы пакетики эти самые в солевном растворе до 0 7 процентов можете попробовать и так и так при этом не каждая виргинная самка неплодотворенная самка к такому поворот событий может быть готова по этой причине как правило оплодотворяют сразу нескольких самочек на этом видео подошло к концу если вам было интересно обязательно поставьте палец вверх не забывайте о нашей группе вконтакте ссылку на группа находится в описании под этим видео я не говорю вам до свидания а до новых встреч в новых выпусках всего вам самого доброго обязательно подпишитесь на наш канал до новых встреч в субтитры подогнал «Симон»